На самом деле мы приехали в Сиреневый сад. Здесь нас ожидал неожиданно теплый прием. Если посмотреть налево, раздают шарики, на которых написано 125 лет со дня рождения Колесникова. Подготовлены 4 куста. Это новая российская селекция. И предполагается, что сейчас наша группа торжественно посатит эти кусты. Сиреневый сад. Сиреневый сад. А вот это место для фотосъемок. Здесь можно сфотографироваться и навсегда останется в празднике этот день. День посещения сиреневого сада Леонида Колесникова. Потрясающе. Но мы пока не заходим вовнутрь, хотя очень хочется. Сейчас с торжественной программы начнем и на самом деле приступим. Примечательный тот факт, что в посадке этих сиреней участвуют не только представители Питера и Москвы, но из Франции, Германии, Японии с другой стороны, Китая, Соединенных Штатов Америки, Белоруссии, Украины. Наверное, не только сирен, но и многие другие растения способны объединить всех нас. И эта конференция яркая к тому подтверждение. Четыре подаренных куста саду Колесникова, сиреневому саду посажены. И сейчас будет торжественный запуск шаров. Раз, два, три! Ура! Ну, наверное, чудеса продолжаются. Мы посадили четыре куста сирени, и вот мы в сиреневом саду. Здесь когда-то был питомник Колесникова. Здесь он выводил свои сорта. Здесь появлялись новые шедевры. Потом долгое время питомник был достаточно беспознный. И, наконец-таки, его открыли для широкой публики. Здесь, помимо сирени, вообще очень много всевозможных различных растений. И комский каштан, и колючие ели. И осенью зацветет древовидная гортензия. Очень много пионов. Наверное, это счастье – жить недалеко от сиреневого сада. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Участоваться, Добрых Настей? Красота. Здесь и зимой, и лесом. Хотелось понять, что значит жить рядом с сиреневым садом? Я сюда вот раз в месяц обязательно. Я на преображенке, мы пролим все немножко. Здесь разные мероприятия. Ну, это вот о сирене, но, конечно, сказка. Вот она за выходные еще немножко завяла. Еще приедете? Да, обязательно. А что-нибудь о Колесникове знаете? Нет. Вот эти омолаживающие стрижки никто не занимался? Да, никто не занимался. Они ждут, когда дерево само упадет, оно дает вот такой молодой побег. Вот этот побег будет произрастать. Но пока он будет произрастать, его старые ветки будут гнуть, как говорится, и мучить. И он будет опять же длинный, вытянутый. Вот японцы приезжают, восхищаются цветением кленов. Осенью восхищаются цветением кленов. А ведь у нас есть свое неповторимое. Мы можем ездить и восхищаться цветением сирени. Посмотрите, насколько она необычна. Насколько она разнообразна. Белая, слегка желтая, нежно-голубая, розовая, фиолетовая, красная. И это только сирень обыкновенная. А сколько же их еще есть? Это наш маленький праздник. Наше цветение сакуры. Только северное. Цветение сирени. Вот такое вот разное впечатление производит этот сад и сирень на людей. Кто-то бережно пытается хоронить старые ушедшие сорта. Но так же можно было всегда, всю жизнь здесь сломали сирень. Почему бы не сломать и сейчас? И возраст не имеет значения. Не важно, сколько вам лет. Десять, двадцать, тридцать, сорок или пятьдесят. Люди не меняются с годами. Это сложно изменить. Я очень надеюсь, что то поколение, которое вырастет к сиреневому саду, к сирене в принципе, как к культуре, будет относиться совершенно по-другому. Берегите сирень. Это действительно символ победы. Это символ надежды. Это символ дружбы. Это символ любви.